Хотя аналогия довольно забавная, но один из способов объяснить, что мы делаем, чтобы понять Вселенную, это представить, что Бог играет в какую-то великую игру, как, например, шахматы. И ты не знаешь правила этой игры, но ты можешь смотреть на доску, хотя бы иногда, время от времени, или только на его маленький уголок. И ты пытаешься с этой своей точки зрения понять правила игры, законы, которым подчиняются фигуры. Например, можно заметить, что если на доске остался только один слон, то он не меняет цвет своей клетки. Потом можно заметить, что он ходит по диагонали, что подтверждает то наблюдение, что слон не меняет цвет клетки. В будущем человечество, возможно, покинет Землю в поисках нового пристанища во Вселенной. Но куда оно отправится? Наша Солнечная система — опасное место. Здесь есть огнедышащие вулканические миры, планеты, на которых бушуют ветра скоростью до 2200 км в час, кислотные облака, жар плавящий свинец. Есть ли среди этих неистовых миров какие-то, где мы могли бы когда-то поселиться? Мы отправляемся в путешествие, чтобы узнать это, обследовав планеты в нашей Солнечной системе и за ее пределами. Мы выходим на поиски новых миров, чтобы найти среди них тот, что мы, быть может, когда-нибудь назовем своим домом. С точки зрения науки, дело о планете Земля. Адские планеты. Представьте себе город из 200 миллиардов звезд. Столь огромный, что пересечь его на реактивном самолете можно лишь за 100 миллиардов лет. Мы называем его Млечный дыр. На краю одного из его шести спиральных рукавов находится наша звезда Солнце со своей планетной системой. На одной из планет есть жизнь. Это Земля. Ее атмосфера богата кислородом. На ней есть целый океан и воды. Условия для жизни. Но наш мир меняется. Меняется климат, тают полярные снеговые шапки, повышается уровень мирового океана. В течение следующих тысячелетий суша может скрыться под водой океанов. Огромные территории могут стать непригодными для обитания, что приведет к катастрофическому перенаселению планеты. Чтобы выжить, будет необходимо новое пространство. Нам предстоит путешествие по Солнечной системе из-за ее пределы в поисках нашего нового дома. Мы откроем удивительную планету, атмосфера которой пригодна для жизни. Здесь благоприятные температуры и давления. И я думаю, что жизнь могла бы существовать здесь. Но есть и такие ужасные миры, где выжить не было бы никаких шансов. Невозможно даже просто пролететь сквозь систему и остаться в живых. Вы просто изжаритесь. Поиски нового дома не обещают быть легким делом. Мы возникли на Земле. Где еще мы найдем место, планету, где мы сможем хотя бы выжить? Начало нашего странствия на Меркурии, ближайшей к Солнцу планете. А расстояние до Земли 77 миллионов километров. Диаметр втрое меньше диаметра Земли. По имеющимся данным, Меркурий окружен атмосферой, содержащей следы кислорода. Но может ли там жить человек? Меркурий очень медленно вращается вокруг своей оси. Сутки длятся 58 земных суток. Темная сторона планеты настолько долго не получает солнечных лучей, что успевает остыть до невероятно низкой температуры. Минус 185 градусов по Цельсию. Это почти втрое холоднее, чем в самых холодных уголках Земли. В то же время на той стороне Меркурия, что обращена к Солнцу, стоит палящий зной. 450 градусов. Это температура паяльной лампы. Жар настолько силен, что почти вся атмосфера Меркурия давным-давно буквально испарилась в космическое пространство. Оставшийся кислород крайне разрежен. Его было бы попросту недостаточно для дыхания. Где-то должны быть места, где нам было бы легче выжить. Может быть, нам надо просто отойти подальше от Солнца? Следующая планета — Венера. Расстояние до Земли — 42 миллиона километров. Диаметр 95% от диаметра Земли. Венера находится в близком соседстве с Землей. До нее 42 миллиона километров. Она окружена плотной атмосферой, полностью скрывающей поверхность от наблюдений. Когда-то ученые предполагали, что такая атмосфера способна защитить поверхность планеты от Солнца. Они представляли, что на Венере сейчас происходит то, что когда-то давно происходило на Земле. Сушу покрывают тропические леса, и океаны плещутся у берегов. Профессор Дэвид Гринспун, астробиолог Денверского музея природы и науки, специализируется на эволюции Венеры. Люди предполагали, что это очень сырое место, тропический рай, где растут древовидные попрытники и, возможно, даже водятся динозавры. Тропическая зона первобытной Земли. Таков был общепринятый научный взгляд на Венеру до начала космической эры. Поверхность Венеры интриговала ученых. Что же в действительности происходит под пеленой облакой? В 60-70-х годах 20 века, пока специалисты НАСА изучали Марс, советские исследователи обратились к Венере. Они поставили задачу сесть на таинственную поверхность Венеры и сфотографировать ее. В рамках советской программы под кодовым именем Венеры было успешно запущено множество аппаратов. Но все они загадочным образом теряли связь с Землей после входа в атмосферу Венеры. Цель была достигнута лишь в октябре 1975 года, когда аппарат Венера-9 впервые сумел передать изображение с поверхности Венеры. Вместо пышного зеленого мира Венера оказалась выезженной пустыней. Ученые полагают, что кислотные облака являют собой плод бурного прошлого планеты. Гигантские извержения вулканов подняли в верхние слои атмосферы миллиарды тонн серных ангидридов, которые, соединившись с водяным паром, образовали концентрированную серную кислоту. Пробившись через верхние слои атмосферы, зонд замедляется, чтобы на небольшой скорости пройти над поверхностью планеты. Господствующие точки ландшафта затихшие вулканы, возвышающиеся на 5 километров над поверхностью Венеры. На многие тысячи километров тянутся застывшие миллион лет назад потоки лавы. Один из них превосходит по длине реку Нил. Датчики зонда фиксируют величину атмосферного давления в 90 раз больше, чем на Земле. Этой силы хватило бы, чтобы раздавить легковой автомобиль. Однако главным препятствием остается температура. Атмосфера почти целиком состоит из углекислого газа. Как и на Земле, этот газ действует подобно стеклам теплицы. Он пропускает внутрь свет, но не выпускает тепло. На Земле повышенный уровень углекислого газа вызывает небольшие отклонения температуры. На Венере же он поднял температуру более чем до 500 градусов по Цельсию. Удивительно, но несмотря на то, что на поверхности Венеры плавится свинец, на Венере может существовать жизнь. Миллиарды лет назад океаны первобытной Венеры могли быть населены простыми организмами. Некоторые ученые полагают, что когда температура на планете возросла, вода испарилась, и многие организмы погибли. Однако некоторые могли выжить, переселившись в более холодные облака верхних слоев атмосферы. Здесь они могли столкнуться с еще более трудными условиями для выживания. Единственное, что не так с облаками на Венере, то, что они очень кислые. Но на Земле мы не можем и находим все новые и новые экстремальные виды организмов, которые просто обожают жить в серной кислоте. Глубоко на дне наших океанов извержения вулканов выбрасывают сернистые жидкости, создавая высокотемпературную и очень кислую среду. Но о колониях на Венере надо забыть. Наш путь лежит дальше, к последней из твердых планет внутренней части Солнечной системы. На этой планете, как считают ученые, у людей есть шансы выжить. Однако трудности, с которыми они столкнутся, произойдут все, с чем мы когда-либо встречались на Земле. Оно выбросило огромное количество высокоэнергетических частиц Солнечной радиации в Солнечную систему и продолжает излучать их по сей день. Не имея защиты от них, мы никак не смогли бы выжить. Нам повезло. У нашей планеты появилось собственное магнитное поле. Оно отклоняет потоки смертельно опасной Солнечной радиации и не дает им достигнуть поверхности. Но вот у Марса магнитного поля нет, а значит, нет и защиты. За тысячелетия Солнечная радиация лишила Марса атмосферы. Вода с поверхности Марса испарилась и большей частью улетела в космическое пространство. Поверхность планеты обратилась в пустыню. Для любой будущей экспедиции человечества на Красную планету Солнечная радиация будет представлять смертельную опасность. Даже космические скафандры не способны защитить от радиации. Она проходит сквозь них и сквозь наши тела, убивая клетки, разрывая молекулы ДНК. Если людям придется жить и работать на поверхности Марса, понадобится серьезная защита. Ученые разрабатывают лекарства. Эти специальные энзимы астронавты будут брать с собой, чтобы нейтрализовать воздействие радиации. Дома на Марсе также потребуется защищать. Ученые изобрели особый вид пластмассы на основе полиэтилена. Она легче и прочнее металлических защитных экранов, но столь же эффективна. Планируется встраивать ее в конструкцию марсианских обитаемых сооружений. Вооружившись этими передовыми технологиями, люди когда-нибудь смогут всерьез подумать о том, чтобы поселиться на Марсе. Однако здесь есть еще одна опасность. После того, как радиация обезводила поверхность Марса, на ней осталась сухая железоокисная пыль. Вот она, марсианская песчаная булка. Эти смерчи еще очень маленькие, однако и они способны поднять пыль высоко в атмосферу. Проблема в том, что произойдет потом. Профессор Рон Грилли изучает атмосферные явления на Марсе уже более 30 лет. Его знания будут жизненно важны для любой экспедиции человечества на Марс. Грилли воссоздает эти смерчи в лаборатории, используя жидкий азот и вентиляторы. Они образуются, когда Солнце разогревает поверхность, и порция горячего газа, скопившаяся в кармане, внезапно поднимается, закручиваясь сквозь вышележащий, более холодный воздух. Струя газа всасывает тонкую железоокисную пыль и забрасывает ее в верхние слои марсианской атмосферы. Смерчи бывают очень разными по размеру. От метра до сотен метров в диаметре они могут быть очень большими. Пыль должна куда-то деваться. Грилли полагает, что мини-смерчи могут затем провоцировать намного более крупные песчаные бури. Нам случается наблюдать локальные пыльные бури, которые разрастаются до глобальных масштабов. Торнадо, которые срастаются между собой. Вся планета обволакивается облаком пыли, и мы не можем разглядеть поверхность. Однако в катаклизмах планетарного масштаба повинны не одни лишь пыльные бури. Ветер, дующий у поверхности, поднимает пыль в атмосферу, превращаясь в сильную бурю. Такое случается и на Земле. Эти спутниковые снимки запечатлели бурю, бушующую над пустыней Сахара в Африке. По ним можно судить о ее огромных масштабах. Сходство с марсианской бурей поражает. Такие количество пыли не могут не создать проблем. Когда люди полетят на Марс, им надо будет помнить об опасности проникновения пыли. Она напоминает муку самого тонкого помола. Частицы пыли настолько мелки, что даже легкий ветерок поднимает их в воздух, забивая агрегаты машин и воздуховоды. Дело не только в том, что пыль проникает повсюду. У нее есть и другие свойства, которые могут представлять опасность. Например, способность образовывать и нести электростатический заряд. Когда маленькие пылинки сталкиваются, возникают электрические заряды. Трение частиц пыли между собой способно создавать огромные электростатические заряды, подобно тому, как мы создаем их шаркое по ковру. Между частицами пыли могут проскакивать разряды напряжением до 20 тысяч вольт. Они способны выводить из строя электронику и системы жизнеобеспечения. Думая о возможности человеческого присутствия на Марсе, мы должны помнить о пыли, понимать, какие электростатические эффекты они могут создавать. Все это относится к частицам, которые несет ветер. Возможно, когда-то мы покорим негостеприимную среду Марса, но это не то место, которое нам когда-либо будет хотеться назвать домом. Мы покидаем Марс, чтобы направиться к газовым гигантам, огромным планетам, находящимся во внешней части Солнечной системы. Они представляют новые, еще более значительные трудности, которых мы пока не встречали в наших поисках нового дома. Первый из этих планет — Юпитер. Расстояние до Земли 587 миллионов километров в диаметр, в 11 раз больше диаметра Земли. Юпитер — загадочная планета. Он настолько огромен, что в него можно было бы поместить 1300 планет размером с Землю. Он целиком состоит из газа и не имеет никакой твердой поверхности. Его верхние слои — бурлящая масса движущихся в разные стороны облаков. Это планеты, на которой бушуют штормы и ветры, летящие с огромной скоростью. Профессор Фрэн Бэджинал всю жизнь изучает атмосферу и среду Юпитера, и его спутников. Юпитер очень быстро вращается. Полный оборот он совершает всего за 10 часов. Это вращение вызывает ветры, дующие в широтном направлении. Они образуют пояса и зоны, полосы, тянущиеся поперек планеты. Быстрое вращение Юпитера создает горизонтальные ленты из облаков, опоясывающие планету. Когда эти ленты сталкиваются, возникают гигантские витры. Самый крупный из них Большое Красное Пятно. Это крупнейший вихрь во всей Солнечной системе. По мере приближения к Юпитеру становится ясен истинный масштаб этого вихря. Его диаметр втрое больше диаметра Земли. Заметно действует турбулентность вблизи границ пятна. Скорость ветра здесь превышает 400 километров в час. Здесь действительно много общего с ураганами. По краям скорость ветра намного больше, чем в центре. На первый взгляд красное пятно похоже на ураган. Но здесь есть важное отличие. На Земле ураганы подпитываются теплыми водами океана. И как только они достигают суши, они начинают угасать. Как правило, время их жизни около двух недель. Но на Юпитере не так. Красное пятно бушует уже более 300 лет. Полагают, что причина долгой жизни красного пятна в отсутствии поверхности. А значит, и суши на Юпитере. Ему не с чем сталкиваться. Негде растрачивать энергию. Красное пятно просто кружится, кружится. Однако, самого по себе вращения Юпитера еще недостаточно, чтобы привести в движение большое красное пятно. Ученые обнаружили, что Юпитер излучает вдвое больше энергии, чем получает от Солнца. Это значит, что он имеет очень горячее ядро. Центр планеты может быть источником энергии для ее ветров. Он заслуживает более пристального взгляда. Мы проходим сквозь верхние слои атмосферы и спускаемся ниже. Наш корабль входит в огромные водяные облака. Давление возрастает. И ближе к центру оно превращает атмосферный водород в странный жидкий металл, напоминающий ртуть. Это ядро. Вращающаяся печь, раскаленная более чем до 22 тысяч градусов по Цельсию. По оценкам ученых, давление здесь в 100 миллионов раз выше, чем на поверхности Земли. Как объяснить вам, что это за давление? Если девушка на шпильках случайно наступит вам на ногу, это большое давление. Теперь представьте себе стлона на шпильках, который стоит на одной ноге. Но чтобы приблизить давление к тому, что существует в центре Юпитера, вам понадобятся тысячи слонов, стоящих друг на друге, самый нижний из которых стоит на шпильках на одной ноге. При таком давлении люди, конечно, никогда не полетят к центру планеты. Но можно ли выжить в верхних слоях атмосферы? Ответ мы находим на одном из спутников Юпитера, который оказывает необычайное воздействие на газового гиганта. Он мог бы казаться незаметным на фоне Юпитера, но оказывается, у этого маленького мира есть сильный кулак. Наши поиски нового дома завели нас очень далеко. Мы в 584 миллионах километров от Земли на около-юпитерианской орбите. Могли бы мы выжить здесь, быть может, в высокотурбулентных верхних слоях атмосферы? Это зависит от того, что происходит вокруг нас. На Юпитере, чтобы понять это, нужно взглянуть на его спутники. Ио, крошечное космическое тело, с самым активным вулканизмом во всей Солнечной системе. Жизнь вблизи вулкана никогда еще ни к чему хорошему не приводила. Доктор Розали Лопес вулканула. Она приехала на Гавайи. Гавайский вулканический массив Киллоуэа на Земле больше всего напоминает огнедышащую поверхность Ио. Примерно так может выглядеть поверхность Ио, особенно вблизи лавовых потоков. Там могут быть именно такие потоки. Твердая корка на поверхности, под которой течет жидкая горячая лава. Как и Киллоуэа, вулканы на Ио выбрасывают лаву из перегретой внутренней части космического тела. Но на этом сходство кончается. Объем лавы, который выбрасывают вулканы Ио, изумляют. Киллоуэа за пять месяцев может залить лавой десять квадратных километров. Вулкан на Ио извергает в сто раз больше лавы. На Ио есть один лавовый поток, покрывающий около шестисот квадратных километров. Вулканы Киллоуэа получают энергию главным образом от распада радиоактивных элементов глубоко в мантии Земли. На Ио источник активности принципиально другой. Прилива отливный разогрев. Подобно тому, как притяжение Луны вызывает приливы и отливы на Земле, притяжение Юпитера и соседних с Ио спутников вздымает и опускает поверхность Ио. Амплитуда этих колебаний превосходит сто метров. Высоту статуи Свободы. А их период составляет всего два дня. Пульсация коры Ио создает огромное внутреннее трение. Температура и давление растут. Твердая порода превращается в расплавленную лаву, из которой подчас образуются озера, равные по площади штату Аризона. Вулканы Ио смертельно опасны, но не они представляют главную угрозу. Прежде чем до вас доберется лава, это сделает радиация. Всего 10 минут на поверхности Ио достаточно для того, чтобы поджариться, как бутерброд в микроволновке. Даже в 300 тысячи километров от Ио, в верхних слоях атмосферы Юпитера, человек без защиты мог бы прожить лишь несколько часов. Частицы, которые выбрасывают во время извержения вулканы Ио, захватываются сильнейшим магнитным полем Юпитера. Интенсивное вращение Юпитера разгоняет их до невероятных скоростей. Они становятся подобно микроскопическим пушечным ядрам. Они образуют радиационный пояс Юпитера и способны пронзить почти все, что встречается на их пути. Интенсивность радиации достаточно велика, чтобы человек мог получить смертельную дозу всего за 10 минут. Поэтому даже просто пролететь здесь и уцелеть невозможно. Вы поджаритесь. Интенсивная бомбардировка этими частицами разрушит ткани тела, внутренние органы. Все. Мы не располагаем технологии, которая могла бы защитить от столь сильного излучения. Юпитер — место, которое мы никогда не назовем домом. Может быть, следующая планета оставит нам больше надежды? Уровень радиации на Сатурне ниже, но это еще не значит, что там мы будем в безопасности. Расстояние до Земли 1 миллиард 280 миллионов километров. Диаметр в 9 раз больше диаметра Земли. С Земли Сатурн кажется совершенно ровным. Но это впечатление обманчивое. Кольца Сатурна могут выглядеть твердыми, но на самом деле они состоят из неисчислимого множества обломков льда и камня, иные из которых размером с гальку, а иные — с автомобиль. Все они движутся со скоростью автоматной пули. Однако главная опасность Сатурна — в его атмосфере. Как и на Юпитере, здесь есть пояса кольцевых ветров, дующих в противоположных направлениях. Облака движутся вокруг планеты на скорости более полутора тысяч километров в час. Там, где эти пояса соприкасаются, происходит столкновение мелких частиц, приводящие к появлению огромных электрических зарядов. Как утверждает теория, когда заряды становятся слишком большими, между облаками возникает дуговой разряд. Так появляются гигантские методы. Доктор Кевин Гретцер, планетолог, изучающий атмосферные условия на Сатурне. Здесь есть условия для передачи больших электрических зарядов между поясами облаков, в результате чего возникают высокие напряжения и огромные силы грузовые разряды. Чтобы получить представление о масштабе этих разрядов, сравним их с Землей. На Земле температура молнии достигает 28 тысяч градусов Цельсия. Разряд длится доли седр. Этого достаточно для того, чтобы ударив в Землю образовать трубку испекшегося стекла, уходящую вниз на 4,5 метра. Но на Сатурне это показалось бы крошечной искоркой. Сатурнианская буря может бушевать над площадью равной площади Америки. Некоторые бури бушуют годами. На Земле буря может длиться одну-две недели, на Сатурне же недели, месяцы, годы. При столь нестабильных атмосферных условиях даже пытаться входить в облака на Сатурне смертельно опасно. Мы движемся дальше, оставляя в стране безликий мир Урана и направляясь к самым окраинам Солнечной системы. Если люди прилетят сюда, их ожидает испытания на пределе и за пределами человеческих возможностей. В будущем человечество отправится к далеким планетам в поисках тех из них, где мы могли бы продолжать жить. Наша следующая остановка Нептун. Расстояние до Земли 5 миллиардов километров. Диаметр в 4 раза больше диаметра Земли. На таком расстоянии трудно поддается наблюдению. Чтобы рассмотреть его, астрономам приходится подниматься высоко над облаками и грязной дымкой нижних слоев атмосферы. Это обсерватория Кек на Гавайях. Она 4200 метров. Ее телескопы настолько мощны, что в них можно было бы разглядеть горящую свечку на поверхности Луны. Доктор Хейди Хаммель изучает Нептун более 20 лет. Кек обсерватория открыла ей возможности для исследования этого далекого мира. Мы видим красивую голубую планету, однако голубым цветом она обязана не воде, а атмосфере, состоящей из водорода с небольшой примесью гелия и, что самое важное, метана. На Нептуне возможно совсем нет воды, но есть облака. Они-то и смогут дать Хаммель ответ, смогли бы люди выжить на Нептуне или нет. Облака четко видны на голубом фоне атмосферы. Они образуются, когда метан замерзает в холодных верхних слоях нептунианской атмосферы. телескоп Кек направляется на Нептун. Хаммель делает несколько снимков, прослеживая движение облаков в верхних слоях атмосферы. Измерив расстояние, пройденное ими за известное время, она может оценить скорость ветров на этой планете. Результат вызывает шок. Как кажется, некоторые из ветров Нептуна являются чемпионами Солнечной системы по скорости. Некоторые из этих маленьких пухлых облачков движутся очень быстро. Ветра на некоторых широтах Нептуна дуют со скоростью более 1900 километров в час. Сможем ли мы выжить при таких сильных ветрах? Чтобы оценить разрушительную мощь этих ветров, нужно сравнить их с ураганами на Земле. Один из самых разрушительных видов ветра — торнадо. Вращающийся столб воздуха подобной турбине возникает в атмосфере. Его соприкосновение с Землей приводит к катастрофе. 3 мая 1999 года в 7.25 утра на пригорода Оклахома обрушился смерч, которому была присвоена пятая категория. Он прошел сквозь сердце этого района, разрушая строение, переворачивая машины словно игрушки и срывая покрытие с шоссе. Ученые измерили скорость ветра изнутри. 511 километров в час самая большая скорость ветра зафиксированная когда-либо на Земле. На Нептуне это считается легким ветерком. Выжить в условиях ветров этого газового гиганта было бы невозможно. Однако ярусные бури Нептуна могут спасти жизни здесь, на Земле. изучение этих неистовых ветров может помочь нам лучше понять метеосистемы нашей планеты, чтобы успешнее прогнозировать наиболее опасные ураганы. Этому способствует простота Нептуна. На Земле атмосфера, литосфера и гидросфера взаимодействуют между собой. На Нептуне нет ни суши, ни моря. Погода более предсказуема. Сильнейшие бури каждый день. Погода на планетах гигантов устроена проще. Там только газ, а его легче моделировать на компьютере. Ученые могут использовать Нептун, чтобы проверять на нем модели, созданные для Земли. Компьютерные модели взаимодействия метеосистемы. Научившись достоверно предсказывать погоду на Нептуне, они будут на шаг ближе к получению точных метеопрогнозов для Земли. А в наших поисках нового дома одно становится ясным. Сюда люди никогда не прилетят. Однако у Нептуна есть сосед, имеющий твердую поверхность и неподверженный бурям. Это Тритон, один из 13 спутников Нептуна. очень холодный, покрытый снегом из замерзшего азота. Он достаточно велик, чтобы мы могли жить на нем. А вот только сможем ли он? Доктор Джон Спенсер из Юго-Западного научно-исследовательского института штата Колорадо изучает опасности морозного климата Тритона. Поверхность Тритона с близкого расстояния выглядит очень непривычная. Здесь есть замерзший углекислый газ, замерзший угарный газ, замерзший метан и много замерзшего азота. Они могут образовывать сугробы и скрипеть под ногами. Любая экспедиция на Тритон подвергла бы себя смертельной опасности. Чтобы работать при минус 234 градусах по Цельсию, необходим специальный скафандр. Вместе со своим ассистентом Эдди Голстайном Спенсер воссоздает условия, приближенные к условиям Тритона при помощи жидкого азота. Это позволяет ему узнать, как вели бы себя различные материалы в этом холодном мире. Если бы вам нужно было создать скафандр для работы при температурах Тритона, вам понадобился бы гибкий материал, вроде резины. При комнатной температуре резина мягкая и легко гнется. Идеальный материал для газонепроницаемых прокладок в системах жизнеобеспечения астронавтов. Однако при минус 200 градусах все меняется. Если какой-нибудь материал гибок на Земле, это не значит, что он будет гибким на Тритоне. Молекулы каучука обладают гибкостью при высоких температурах. Однако стоит опустить резину в жидкий азот, и она становится твердой хрупкой, как стекле. Сейчас ведутся поиски материалов, сохраняющих гибкость при ультра низких температурах. Внимание ученых обращено на известные всем материалы, ткани, может быть, те самые, из которых сделана одежда, которую вы сейчас носите. Можно ли использовать нейлон в условиях космического холода? Он представляет интерес, потому что он остается гибким даже на холоде. Не потому, что нейлон какой-то особенный материал, а потому, что нейлоновая ткань состоит из очень тонких волокон. Секрет гибкости нейлона в выработке ткани. Волокна остаются гибкими, потому что каждый из них не толще человеческого волоса. Так что вы могли бы делать скафандры из подобного материала. Однако с ним необходимо по-другому работать, чтобы учесть особенности крайне необычной среды тритона. Даже если люди, одевшись в высокотехнологичные скафандры, смогут ходить по поверхности тритона, их будет подстерегать опасность, которая таится под ногами. Мы видим размытые полосы, струи какого-то вещества, выбивающиеся из-под поверхности тритона. Эти темные следы являются знаком скрытой угрозы тритона. Под ледяной поверхностью скрываются океаны жидкого азота. Когда Солнце нагревает тритон, азот превращается в газ. Сжатый азот вырывается наружу гейзером, взметая пыль высоко в атмосферу. Потом черная пыль оседает, оставляя на белом фоне поверхности темные полосы. Спенсер воссоздает это зрелище в своей лаборатории. Сейчас мы нальем азот в колбу. Примерно в таких же условиях он находится подо льдом на тритоне. Давление нарастает, на тритоне она даст струю в 10-15 километров высотой. Вот, смотрите, образовался гейзер. Вот такой. Давление в колбе растет. На тритоне сжатый азот, заключенный под поверхностью, поднимает пыль в космос. Мир неистовых гейзеров и сокрушительного холода. Вооружившись соответствующей технологией, люди когда-нибудь смогут вступить на поверхность тритона. Но поселиться здесь будет не легко. В Солнечной системе нам искать больше нечего. На столь большом расстоянии от Солнца любая планета будет холодной и пустыней. За Нептуном остаются лишь маленькие безжизненные миры, подобные Плутону. Дальше неизвестность. Там за пределами Солнечной системы возможности поиска безграничной. И там возможно мы когда-нибудь и найдем место, которое мы назовем нашим домом. сейчас астрономы складывают в общую картину невероятную новую информацию, полученную в результате наблюдений над далекими мирами. Там есть планеты, на которых мог бы жить человек. Наше Солнце лишь одна из 200 миллиардов звезд нашей галактики, Млечного Пути. Все эти звезды могут иметь планетные системы, подобные Солнечной. Обнаружить их сложнейшая исследовательская задача. Король среди охотников за планетами доктор Джефф Марси. Млечный Путь это замечательное, но очень большое пространство. В него входят 200 миллиардов звезд. Его размер в поперечнике около сотни тысяч световых лет. Нам приходится выбирать какие звезды исследовать. Это обсерватория Лик в Калифорнии. Сюда приходят такие охотники за планетами, как Марси. Он обшаривает ночное небо в поисках новых миров, обращающихся вокруг далеких звезд. Однако ему приходится тщательно выбирать объекты для изучения. К счастью, у нас есть замечательный каталог. Каталог Гепарха, включающий более ста тысяч звезд, все из которых находятся недалеко от нас. Мы выбрали звезд. Все они расположены не дальше, чем в двух-трех сотнях световых лет от Земли. Представьте себе Землю, плавающую в черной бездне Вселенной, и мысленно нарисуйте вокруг нее стеклянную сферу радиусом в три сотни световых лет. Мы ищем планеты вокруг звезд, находящихся внутри этой сферы. Так, Берни, переходим к следующей звезде. Следующая звезда звезда Барнарда. На каждую звезду уходят часы кропотливой работы. Трехметровый телескоп Лиг направляется на цель. Однако, даже при его увеличении, планеты, обращающиеся вокруг далеких звезд, остаются слишком малы для непосредственного наблюдения. Главная трудность в охоте за планетами в том, что они не излучают собственной энергии. Они светят отраженным светом, и если они горячие, то немного излучают в инфракрасном диапазоне. Но в любом случае, их свет примерно в миллиард раз слабее, чем свет звезды, вокруг которой они обращаются. Поэтому астрономы выработали хитроумную методику обнаружения этих невидимых в миру. Мы прибегаем к хитрости. Смотрим на звезду, а не на планету. Если вокруг звезды обращается планета, она будет действовать на нее своей гравитацией, так что звезда будет слегка качаться. Чтобы показать, как гравитация планеты влияет на звезду, Марс и демонстрирует простую модель. Этот мешок риса изображает планету, а я звезду. Вот что происходит, когда планета движется вокруг звезды по орбите. Она тянет ее за собой и заставляет раскачиваться. Вы видите, что я раскачиваюсь туда-сюда, потому что меня тянет мешок с рисом. Аналогия вполне совершенна. Мешок планета, мое тело звезда, а веревка гравитация. Разумеется, в телескоп мы видим только звезду. планеты мы не можем разглядеть совсем. Мы наблюдаем за звездами, смотрим, качаются они или нет. Если звезда качается, она обязана иметь по крайней мере одну планету. На текущий момент Марси и другие такие же охотники, как он, обнаружили свыше 200 планет, обращающихся вокруг далеких звезд. Но могут ли они узнать, на что похожи эти планеты? Марси полагает, что это возможно. Можно чем дольше длится год на планете, тем дальше она должна находиться от звезды. В нашей системе планеты, расположенные близко к Солнцу, проходят свою орбиту быстро, а далеки долго. Земля проходит ее за один земной год. Марси открыл одну планету, которая в 1100 раз тяжелее Земли, но находится в 8 раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. Еще одна планета находится так близко к звезде, что год на ней длится всего 3 земных дня. Ее поверхность в тысячи раз горячее, чем поверхность Земли. Орбиты некоторых из обнаруженных нами планет расположены настолько близко к звездам, что температура на них составляет тысячи градусов. Такие металлы, как никель, железо и титан на этих планетах даже не плавятся, а испаряются. Вместо облаков водяного пара, атмосфера этих планет смерти полны облаками паров металлов. Однако Марс убежден, что не все далекие планеты столь негостеприимны. Он решил обратить внимание на менее крупные звезды, горящие менее интенсивно. Могут ли возле них находиться планеты более похожие на Землю? В ближайшие годы мы намерены предпринять новые поиски. Собираемся обследовать звезды малой массы, чтобы найти планеты, похожие на Землю. Они могут быть на орбитах малых радиусов, но около неяркой звезды не будет ни слишком горячо, ни слишком холодно. Самый раз для жизни. Бесчисленные планеты еще предстоит открыть. Может быть, на каких-то из них есть атмосфера, пригодная для дыхания, и океаны воды. На них может быть жизнь. Но их поиски сопряжены с огромными трудностями. Пока поиски к успеху не привели. Судя по тому, насколько неблагоприятны для жизни оказались условия на других планетах нашей Солнечной системы, задача перед учебой настоит очень простая. Нестерпимый жар Венеры. Ярость вулканов Ио. Ветры Нептуна, дующие со скоростью 2240 километров в час. Миры, которые мы видели до сих пор, неприступны для человечества даже с самыми современными технологиями. Единственная планета, на освоение которой можно надеяться, это Марс. Если нам удастся справиться с пыльными бурями и солнечной радиацией, может быть, когда-нибудь мы сможем там жить. Может быть, в будущем, когда климат на Земле станет совсем неблагоприятным, Марс приютит нас. До этого времени человечеству придется приспосабливаться и продолжать свое неуклонное развитие в непрерывно меняющемся мире.